Добро пожаловать на канал о криптовалютах. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, Центральный банк Франции и Люксембурга успешно протестировали CBDC – валюты от центральных банков – для расчетов с цифровыми облигациями на 100 миллионов евро. В этом эксперименте по выпуску токенизированных облигаций также приняли участие такие банки, как Goldman Sachs, Santander и другие. Этот новый эксперимент объединил экосистемы двух европейских регуляторов и крупных коммерческих банков. И результаты показали, что цифровые облигации могут выпускаться и распределяться в еврозоне всего за один день. Данное тестирование позволило понять, каким образом банки и финансовые учреждения могут ускорить проведение расчетов. Также еще одна новость. Генеральный директор компании Ripple считает, что регулирующие органы должны усложнить мошенничество в стиле биржи FTX. И Гарлинхаус предположил, что биржа FTX работала по мошеннической схеме. Он считает, что криптоиндустрия все еще находится в зачаточном состоянии, поэтому она продолжает привлекать внимание мошенников. И руководитель Ripple ожидает, что криптовалюта все же созреет. Также еще одна очень интересная новость. Сервис ODL, где используется криптовалюта XRP от компании Ripple, стал партнером программы поставщиков платежных услуг Amazon. Это важная веха в развитии службы ODL Ripple, поскольку это означает, что любой, кто продает на Amazon, также может использовать услуги для получения трансграничных транзакций. И на данный момент сервис ODL от Ripple продолжает расширяться во многих регионах мира, таких как Африка, Израиль, Бразилия, Сингапур и Великобритания. Таким образом, дальнейшее внедрение сервиса может повысить полезность блокчейна Ripple и его родного токена XRP. Инвесторы предполагают, что если услуга ODL наберет больше оборотов и докажется возможности с Amazon, в будущем эта услуга может выйти на другие крупные рынки. И в конце концов, другие крупные платформы электронной коммерции также могут увидеть потенциал и присоединиться к этой тенденции. Это делает услугу ODL лучшим выбором для организаций из самых разных отраслей, а не только из финансовой отрасли. Также служба ODL теперь использует машины обучения для оптимизации кошельков клиентов, чтобы обеспечить оптимальную доступность ликвидности в любое время. И подведя итог, это очень сильная новость, что Amazon будет использовать XRP. Я хочу напомнить, что Кендра Хилл писала, что еще в 2015 году Amazon в рамках сделки было передано 5 миллиардов XRP. И сейчас мы видим новость, что Amazon все же будет использовать ODL, где применяется как раз таки XRP. Это невероятно. Также еще я хочу пройтись по новостям с твиттера. Так, инсайдер по XRP Ripple Riddler после долгого умолчания написал в твиттере «Тук-тук». Ранее он публикал дверь с номером 101 из фильма «Матрица». Возможно, это отсылка именно к этой картинке. Тук-тук. Нео. Интересно, что он имеет в виду? Ваше мнение пишите в комментариях. Пользователь Натаниэль считает, что XRP станет поставщиком ликвидности для всего мира. А пользователь Bluetooth Crypto говорит, что когда XRP будет готов к внедрению в нашу финансовую систему, у вас даже не будет времени на покупку. Воспользуйтесь подарком, который вам дали, пока не стало слишком поздно. Рождество только началось. И в заключение этого видео я вас хочу попросить подписаться на канал, который называется «Здесь и сейчас». Там вы найдете расследования по загадкам от инсайдеров по XRP, таких как TheRableGuardian23 и Mr.Pool. Ссылка на канал будет в описании к видео. Переходите, смотрите, подписывайтесь, и вы найдете для себя там много интересного. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравится мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok